Если у тебя на душе тяжело, пои песню не очень тихо, не очень громко, но от начала до конца. Под такому завету живут участники фольклорного ансамбля «Печорянка». О народном коллективе расскажет Василий Хатанзейский. «Бурбать кэт мам кэт олы», что в переводе с коми значит «хорошо жить в родном доме». Именно с этой фольклорной песни началась история ансамбля «Печорянка». Печорянка на сцене более 20 лет. И на протяжении всего времени коллектив сохраняет репертуар первых участниц ансамбля. В основном это лирические, игровые, обрядовые, оледневодческие песни, а также народные игры. Артисты достаточно известны как в округе, так и за его пределами. Популярность ансамблю придает не только старинная фольклорная песня, но и внешний облик. На первый взгляд может показаться, что концертные костюмы артистов похожи между собой. Но это не так. Например, наряды девушек и замужних женщин принципиально отличаются друг от друга. Вот девушка, например, голова у нее свободна, у нее коса длинная, вот она в ленту заплетается. А платок скручивается в валиф и завязывается, вот закрывая темечко. Потом, значит, чем еще отличается костюм, тем, что она не носит передника. Замужняя женщина одевает уже передник. И обязательно завязывается пояс. Сейчас идейный вдохновитель и музыка коллектива, почетный работник культуры Ненецкого округа Ольга Коцубанская, старается привлечь в ансамбль новые лица и передать вновь пришедшим весь опыт, накопленный за два десятилетия. Отрадно, что молодежь к культуре идет с большим желанием. Когда ты поешь, ты проще запоминаешь слова, также я узнаю свои корни, это развивает слух, это развивает в принципе человека, вообще песню человека развивает. Девушки и юноши в бижемских нарядах преображаются, ведь чтобы исполнить роль, нужно поменять походку, осанку и настроение. Старожилы ансамбля всегда радуются и любуются своей молодежью. Есть у ансамбля и награды, и аплодисменты, а самое главное – добрые и участливые зрители, которым дружный коллектив искренне благодарен. Василий Хатензийский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.